Всем привет! Доброго времени суток! Хочу предоставить вашему вниманию видеообзор на такую гриль. Называется Tefal Opti-Grill модель GC702D16 вот в такой небольшой коробочке сейчас раскроем посмотрим что там внутри коробочку отставим в сторонку здесь у нас пакетик с какими-то рецептами книжка с рецептами здесь есть на разных языках здесь тоже что-то непонятное гарантийный талон и все обозначения, что где-то показывает как этой грильнице пользоваться тоже уже было все функции ее, что в ней есть описано здесь здесь инструкция по применению как пользоваться и что делать тоже уберем в сторонку так опа идет ногами ничего страшного небольшая грильнице сейчас мы с вами распакуем посмотрим почему и потом в итоге пожарим два небольших кусочка мяса посмотрите как оно будет выглядеть весь процесс проходить это здесь такой поддон для слива жира и всего что вы будете жарить будет со всего бежать сок и он будет затекать в этот поддончик так это какая-то бирка непонятная тоже информация какая-то вот как она выглядит раскроем ее какая миниатюрная занимает немного места здесь вот сами платы для обжарки такие тонкие очень достаточно легкие не знаю с какого покрытия они сделаны но очень хорошо отмываются и можно ли их мыть в стиральной машинке для посуды тоже это не могу сказать мы всегда моем их руками все довольно легко и просто первый раз когда включаете ее ее нужно прогреть это пока она в принципе не нужна мы ничего жарим пока сейчас не будем здесь есть у нее она жарит как вы могли заметить с обеих сторон эти платы накаливания одинаково что сверху что снизу здесь находится такая тена она нагревается с индикаторами температуры когда если чем толще у вас слой мяса или курицы или чего там хотите жарить на ней она сама определяет степень прожарки по вот этим индикаторам температуры именно в этой модели можно размораживать что-нибудь бургеры жарить курицу сэндвичи сосиски стейки рыбу это специально уже запрограммирована температура на этих кнопках вот эта буква м это значит мануальный или как это называется что она постоянно температура всегда одинаковая у нее и просто нужно тогда постоянно открывать и заглядывать готовы или не готовы но сейчас я включаю нагреваться потом по мере того когда как она нагреется мы продолжим снимать видео сейчас включим первый раз она когда нагревается она греется долго ну я хочу пожарить потом стейк поэтому нажимаю здесь кнопочку вот на стейк нажимаем ok здесь загорается такой видео индикатор светодиодный индикатор и как она только он сейчас моргает как только она нагреется до определенной температуры которую нужно когда разогреется он загорится белым цветом и потом тогда можно ложить уже мясо туда и первый раз как я сказал уже она греется очень долго ну не очень долго минут семь пять семь минут где-то греется может быть и кто-то если может быть первый раз будет это делать жарить что-то на ней подумать что нужно эти элементы которые грилят жарят что их нужно будет смазать маслом или чем эта ошибка их не нужно ничем мазать если вы их намажете то она будет еще в два раза дольше греться просто нас у нас ухо вот так включать греться как она нагреется она запикает ну это длится пять-семь минут как она нагреется мы продолжим снимать видео так вот мы слышим что наша грильница разогрелась прозвучало позвучали три сигнала здесь горит она не белым извиняюсь а фиолетовым вам тут на видео как бы не совсем видно каким она цветом сейчас светится но на самом деле фиолетовым а на видео кажется белым так теперь она значит полностью разогрела мы ее раскрываем вот здесь наши кусочки мяса можно просто сюда и это закрываем чуть-чуть придавливаем нажимаем ок и все то есть индикатор стал синим цветом вот почему-то на видео это не перед блюдо прямо сейчас синим цветом и по мере прожарки вот это будет сейчас синий это начальная стадия вот здесь написано старта по мере прожарки по каждой степени прожарки он будет переходить цвет в зеленый салатовый зеленый желтый коричневатый коричневый короче ближе к красному это потом уже как на любителя кто какой любит если например светло коричневый можно сказать даже почти желтый это значит будет прожарки не совсем полностью прожарены это как она называется по-английски там в ресторане говорят медиум да или сырой например вообще это полусырой медиум это уже как полупрожаренная и когда будет коричневая более более красному это значит совсем прожаренный полностью может быть даже сухой в конце получится в зависимости от того какого мяса берете здесь вы можете видеть что здесь потихоньку вытекает жир с мяса капой во время жарки и открывать ее не нужно ничего с ней не нужно делать просто вот закрыли нажать для окей и все ждете когда будут когда будут проходить вот эти стадии прожарки будут меняться цвет на вот в этом световом индикаторе сейчас он уже видите что стал более зеленый такой салатовому цвету приближается смазывать эти платы которые сами жарят билеты ничем не нужно смазывать просто положить вот так как есть и ждете когда по мере того как будет каждая стадия прожарки проходить будет издаваться определенный звук под самогринец ну таких четыре пять небольших кусочков можно легко на нее положить для для двоих для двух трех человек вполне достаточно вот сейчас мы видим переключилась следующая стадия прожарки сейчас свет становится более золотоватым видео не дать не полностью передает как она на самом деле выглядит здесь кажется как то белый сейчас следующая стадия прожарки огромный плюс это и гривенцы в том что можно также употреблять как мы сейчас просто на кухне в квартире что от нее практически никакого дыма ничего нет жарить гривит очень быстро на ней все можно гривить и мы сами гривили и овощи и рыбу и стейки и сосиски это как быть часто этом гриле рыбу сосиски стоите незаменимая штука в хозяйстве можно сказать сейчас да когда жарится продемонстрирую вам отрежу кусочек в разрезе посмотрите как насколько мясо жарилось сейчас цвет становится такое более желтая подходит красному опять не передаст по другим углом если может быть не видно все равно белое показывать это надо из-за камеры так мы сейчас подождем еще немного и здесь можно на этой гривенце грилить стейки толщиной до четырех с половиной пяти сантиметров она их тоже прожаривает конечно время другое но здесь вот который сейчас такие попал они где-то примерно по сантиметра два толщиной постепенно уже наш цвет здесь на индикаторе который вам все время почему-то показывается белым в камере не видно он становится уже более-менее ближе к коричневым еще немного и будем снимать потому что я я сырое не люблю медиум тоже как бы ближе я люблю чтобы было больше больше прожаренная расход на всю посмотреть лежат кусочки жарятся вот переключила следующая стадия я думаю еще минутка максимум будем снимать вот такая довольно таки небольшая как-то тоже не маленькая но мы очень довольны у нас семья из четырех человек двое взрослых двое детей если мы что-то грилим за раз нам на четыре хватает вполне сейчас уже почти что красный становится круг можете видеть что вокруг красного я думаю достаточно сейчас я достану посмотрим выключаем просто открываем посмотреть как она выглядит прожаренная красивая с такой поджарочкой сейчас возьмем может быть что с одной стороны что с другой характерны такие полоски от этих грильщих плат сейчас возьмем самую длину в разрезе посмотрите все насквозь прожаренная сочная но и вкуснейшее мясо вот в принципе что все что я вам хотел показать сейчас буду пробовать очень рекомендую всем нужная вещь всего доброго всем берегите себя и близких ставьте лайки подписывайтесь на канал